Вас называют и считают совершенно справедливо, на мой взгляд, отцом грузинского экономического чуда. Я помню Грузию в 2004 году, я там тоже бывал, это был страх и ужас. Я очень редко ездил, потому что было неприятно. Ну, там, знаете, электричества иногда нету, преступность, там, ну, в общем, когда не угодно. До еды нету иногда? Ну, до еды такого состояния я не видел. Пенсионеры нищие совсем были? Вот. То есть, там пенсии фактически не было, понимаете? Поэтому, там, пенсия была, там, 3 доллара, а до этого она была 25 центов, там. То есть, ну, что 3 доллара, что 25 центов, одинаково их не было. Ну, то, что произошло в Грузии, я считаю, просто фантастикой. Вы знаете, я довольно часто приезжал, и на моих глазах это все разворачивалось. При вас Грузия стала самой реформируемой страной в мире. В 5-6-7-й год у нас рост был 9-10-12 процентов, вот так. То есть, это очень хороший результат, конечно. 12 процентов роста – это суперрезультат, я считаю. Придя на пост министра экономики, будучи человеком серьезным, системным, выстроившим свой бизнес с нуля, вы понимали тогда, что нужно сделать с экономикой Грузии, чтобы она заработала как часы? Конечно. Конечно? Конечно. Это несложно. По пунктам я вас прошу. Это настолько несложно, что люди не верят, что в этом есть ответ. Нужно дать людям волю. Видите, свободные люди, они всегда найдут самое лучшее решение, в том числе экономическое, и свободные люди и создают экономику. Никаких других способов создания экономики нет. Путем запретов экономика не создается, не развивается. Это настолько просто, что эта идея кажется там какой-то несерьезной. Поэтому люди думают, нет, а еще там… И начинают там какую-то ахренеть нести. Есть много ложных слов, созданных вокруг этого. Но реальный ответ такой. Я помню, когда премьер-министр меня… Мы беседовали, еще он не пригласил меня. Вот кого сделать министром экономики? Он говорит, у нас нет экономиста. Я говорю, а зачем экономисты? Экономисты к экономике какое отношение имеют? Никакого отношения не имеют. А кого же там? Я говорю, ну какой-то должен быть человек, который просто понимает, что такое свобода. Понимаете? И ценит эту свободу. Не только свою, но и чужую свободу ценит. И вот, когда он скажет, что давайте мы сделаем так, что максимальное количество людей были свободны в своих действиях, вот тогда… Вот тут он сказал, может, вы будете министром? Я думал, 40 секунд. Потом он мне сказал. Я сам не экономитировал. Ну, так же бывает один раз в жизни, да, там. Ну, я думаю, ну, давайте я буду министром. Вот так это получилось. Хорошо. Что такое дать свободу? Убрать налоги непомерные? Да, очень… Понимаете, в чем дело? Вот у вас тоже есть бизнес, да? И есть вещи, которые вам досаждают. Досаждать вам могут разные вещи. Вам могут досаждать, например, там, что сотрудники там капризные, да, что зарплату требуют большую, досаждают, да, что сырье стоит дорого и так далее. Но это все не в ваших силах изменить, если это глобальная ситуация. И в ваших силах изменить вместе с тем, потому что вы можете других сотрудников выбрать, да, там, другой бизнес, там, другой сырье. А есть вещи, которые зависит от правительства. Оно может вас требовать, там, большие налоги. Оно может требовать, чтобы вы заполняли каждый день, там, сто… Куча бумаг. Там, ненужных бумаг. Куча лицензий ненужных. Лицензий, чтобы ставили в очередях, неважно. И вам все это досаждают. И вот чем меньше вещей вам досаждает, тем лучше для бизнеса. Когда вообще никто не досаждает, это вообще самое замечательное, да? Почему когда государство досаждает хуже? Потому что вы не можете с ним торговаться и переговоры вести. Когда сотрудник, вот, Иван Иванович вам досаждает, потому что он приходит с похмелья там и мало работает. Ну, вы его уволите, возьмете другого, да? И не будет досаждать. А вот он говорит, у вас налог такой-то. Нет, давай там, давай немножко так, не так. Или давайте я не возьму две лицензии, возьму только одну. Тоже не работает. Поэтому вот это очень важно. Поэтому понятно, что для этого нужно вот это бремя… То есть убирать потихоньку, потихоньку. Самый универсальный способ – это, конечно, налоги. То есть чем меньше налог, тем лучше развивается бизнес, да? Но у каждого общества есть свое представление о том, как нужно заботиться друг о друге. Ну, к примеру, нужны пенсии, не нужны пенсии. Нужно там, что бесплатно лечили. Не нужно, чтобы бесплатно лечили. Бесплатно учили, бесплатно не учили и так далее. То есть у каждого общества есть свое представление об этом. Даже если правильный ответ в теории, что если никаких налогов нет, ничего не централизуется, то это самое быстрое развитие экономики, в ответ из теоретической науки, а и практической, конечно, мы считаем, что нет. Вот у каждого в нашем обществе мы должны так-то заботиться друг о друге. Для этого мы должны вместе защищать нашу страну, у нас должна быть армия. Армия же не у каждой страны есть, у Коста-Рика нет армии. А Украина, как мы видим, нужна, чтобы была армия. То есть тут ситуации очень разные. Америка не нападает в Коста-Рику, а Украина не померзла с соседями. Нужна армия, нужна вот эта. И в итоге формируется некий мандат путем тяжелых длительных поисков, что общество считает, что нужно финансировать. Поэтому нужны какие-то налоги. Чтобы облегчить бремя налогов, значит, мы должны другие вещи очень сильно уменьшать. Мы должны сделать не то, что они делают, а гораздо больше. Потому что мы должны... На Версай. Еще Сингапур... Да, там говорят, что вот Ликван Юто делал это дело. Он все это делал, но там были настолько низкие налоги, понимаете, что все то, что остальное, что он делал, оно нивелировалось этим низким налогом. Вот эта теория о том, что надо убрать давление на бизнес, оно реализовывалось в этом. То есть налоги должны быть низкими, на самом деле. Конечно, налоги должны быть низкие. Нет, понимаете, там в Сингапуре низкие налоги. И еще есть некоторые регуляции. К примеру, там есть специальный государственный орган, который контролирует, чтобы в общественных туалетах спускали воду. Да, штраф 500 долларов, если не спустил воду. Ну, казалось бы, кому какое дело. Но настолько низкие налоги, что это допустимо. Потом спускать воду – это правильно. Да, у нас были люди... Молодые ребята, слушайте, я же этих министров видел. Мне было 48 лет. В основном он был между 30 и 40, но... Вы собрались вместе, вы сказали друг другу какие-то очень важные слова. Что вы хотите сделать со своей родиной? Нет, мне... То есть, может быть, такой символический акт существовал, но я же примкнул к новому правительству уже в июне. Правительство уже существовало. Немного. Ну, оно существовало почти полгода до этого, да. Вот. Ну, как немного. Я-то считаю, что реформы – такая вещь, их надо делать немедленно. И если их не делаешь немедленно, потом может становиться сложнее делать. И в этом смысле даже вот здесь, я считаю, что вот эти 5 месяцев, они... Потеряны абсолютно. Частично-частично потеряны. Ну, не полностью, но частично потеряны. Потому что можно было много чего успеть за это время. И мне очень жаль, что вот это время утеряно. И вы начали быстро это все снимать? Мгновенно? Мы начали быстро это снимать. Ну, не сверхбыстро. То есть, мне казалось, что очень много времени теряется, но достаточно быстро. То есть, налоговую реформу провели. Мы начали работу как раз летом. И к осенью она уже была готова. И уже приняли закон. И 1 января 2005 года уже была новая налоговая ситуация абсолютно радикально улучшенная. Американцы вами руководили? Нет, конечно. Как и американцы. Ну, о чем вы говорите? Нет, во-первых, начнем с того, что это все легенда насчет, что нужны люди, которых зарубежное образование там. Я могу вам сказать, что у нескольких ключевых реформаторов никакого иностранного образования не было. Там было грузинское образование, у кого-то было российское образование. Вот так. То есть, советское в целом. Ну, так сказать, что прямо вот... И это не гарантия ни от чего, понимаете? Что вот человек учился в Америке. Да, это очень важно, чтобы человек там открылся кругозор, изменился. Но в Америке могут такому идиотизму научить, что потом ты будешь выбивать из человека там. Хорошо, американцев нет. И вы, как человек... Американцы участвовали, надо сказать, что американцы участвовали... А они участвовали в 2000-е годы в программе тренировок, связанных с армией. Полицией? Нет, полиции нет. Только в армии. Вы знаете, я совершенно уверен, что вы счастливый человек. Потому что, в отличие от многих, вы не просто заработали деньги себе и успокоились. Вы сделали для своей родины, что бывает крайне редко. Очень, на самом деле, много. Я думаю, что, как сказал мне когда-то Михаил Сергеевич, счастливых реформаторов не бывает. Да, к сожалению. Я думаю, что сегодня вы, может, и не до конца счастливы. Я не могу назвать вас несчастным. Но я думаю, что... Да, да. Я думаю, что со временем все равно это все оценится. И в учебниках истории ваша фамилия останется. Это хрестерство с учебниками. Как? Смысл в этом какой? Что люди скажут потом? Ну, что скажут? Я, знаете, когда я начинал работать министром, у меня было представление, какие реформы нужно провести. Я думаю так. Значит, если... Ну, надеюсь, хотя бы два года у меня будет, чтобы их провести. Потому что понятно было, что сразу все не успеть. Вот. Я думаю, наверное, через два года, потому что эти реформы затронуты, этих, эти реформы, этих, 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 этих. Наверное, меня будут все ненавидеть. И потом через два года я обнаружил, что это не так, не все меня ненавидят, а некоторые даже уважают. Я решил, что, наверное, я что-то не доделал. Вот. Потому что... И потому что, понимаете, если ты исходишь с того, что вот... И ты хочешь купаться в этом обожании там людей вокруг, ты вообще не будешь никаких реформ делать. У меня, когда я стал министром, через буквально там две или три недели у меня под окном регулярно каждый день с десяти до шести, в начале даже и по субботам, был митинг, в который стояли и скандировали, значит, мое имя, и говорили, бендукидзе и иуда, значит, продал Грузию, там, враг народа, там, и все. И это произвелось пять месяцев. Потом я стал министром по координации ФРОМ, переехал в другое здание, и они со мной не переехали. Вот. Непонятно, почему, кстати. Интересно. Вот. Ну, правда, им платили по пять долларов в день, чтобы они это делали. Ну, все, запросили вследствие реформы по десять уже. Да, может, потому что там ходить далеко. Ну, хотя близко было от того места. Да? Поэтому, если ты думаешь, что вот как же они меня ругают там, то ты ничего никогда не сделаешь. Ну, ругают, ругают. У тебя есть дело, ты делай свое дело. Понимаете? Знаете. Бороться за всеобщую популярность и вместо этого делать реформы это невозможно. Делать реформы не сама цель, а как бы делать жизнь лучше. Делать реформы какое-то слово там неправильное, не совсем правильное в этом смысле. Грузин сидит в тюрьме, его спрашивают, ты за что сидишь? Он говорит, слушай, я думал за совращение малолетних это тост. Оказалось, статья. статья.